Если посмотреть на многоквартирные дома в тёплый период года, всегда можно увидеть распахнутые окна на всех этажах. Любой родитель знает, что окна в квартире как магнит притягивают к себе маленьких детей. А вот насколько это небезопасно, хорошо знают травматологи. Ведь случаи выпадения редко заканчиваются просто испугом. Эта травма, как правило, сочетанная или политравма жизнеугрожающая. То есть это может быть связано и сочетаться с черепно-мозговой травмой, с повреждением внутренних органов, переломами, сочетаниями переломов. Требует очень серьёзного лечения. И, в общем-то, были случаи, когда мы, к сожалению, имели летальные исходы, особенно если это высокий этаж. В 2022 году в Брестской области отмечено 8 эпизодов травмирования детей в результате выпадения из окон. В текущем также зарегистрирован подобный случай, который повлёк переломы и последствия для здоровья. Дети в своём возрасте ещё, как объясняй, не объясняй, до какого-то периода они ещё ничего не понимают. И вот этот интерес их поглощает. У нас в защите стоит блокировка от детей на окнах. Замки повешены, они не открываются, блокируются, всё. Ну, я считаю, тем более у нас панорамные окна везде. Поэтому замочки, замочки в путь. Можно ещё снизу блокировки такие поставить. И когда стоит москитная сетка на окне, нельзя опираться, потому что она может отвалиться от окна, и вы можете выпасть. Мы живём на втором этаже. В принципе, этаж невысокий, но когда мама уходит из квартиры на работу, она всегда закрывает окно. И это разумные меры предосторожности, хотя в большей степени они касаются детей младшего возраста. Закрывать окна, не оставлять детей без присмотра, убирать мебель, по которой можно забраться на подоконник – это то, что обязан сделать для безопасности своего ребёнка каждый родитель. Ведь лучше соблюдать эти простые меры предосторожности, чем сожалеть о их невыполнении. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктово».